Более полутора тысяч вкладчиков Дикбанка не попали в список тех, кто получит страховку. Всего на их счетах находилось свыше 850 миллионов рублей. Выяснилось, что их вклады не были внесены в официальную базу данных, просто прошли мимо системы страхования. Сегодня несколько десятков человек вышли на пикет к правительству республики. Они обратились к руководству Северной Осетии с просьбой помочь им вернуть деньги. С пикетчиками по поручению главы республики встретился вице-премьер Азамат Хадиков. Он подчеркнул, несмотря на то, что правительство не имеет права влиять на банки, они обязаны обеспечить людей необходимой информацией. В принципе, по тем вкладчикам, у кого есть на руках документы, подтверждающие законность их вклада, принимается решение о выплате. Для решения вопроса нужно какое-то время, мне кажется, что нужно потерпеть еще неделю, может, дней 10, и тогда уже окончательные списки будут переданы в банк-агент, которым является Россельхозбанк. Где-то через неделю людям надо подойти просто к работникам Россельхозбанка и поинтересоваться у любого операциониста, показав свой паспорт своим вкладом. Это можно делать и в районных отделениях Россельхозбанка, и в головном отделении. Чтобы ускорить процесс формирования окончательных списков, к решению вопроса привлечены специалисты Агентства страхования вкладов федеральной структуры, которая выплачивает компенсации вкладчикам разорившихся банков. Кроме того, уже 15 сентября к работе приступит конкурсный управляющий. Он и будет работать с теми, кто не попал в первоначальный реестр.